Сложная жизненная ситуация. Едь, пожалуйста, туда. Мы приехали, начали пикник, хоть и без тачек. Пусто окнется. Посмотрим, что будет. Ой, ребят, не успел прийти на фест и уже нашел любимый вагончик вкусно. И сейчас, конечно, буду жрать, но потом подсниму для вас все это движение. Так, с вами бабушка Максим, потому что холодно. И я официально пожрал. Попиваю сербское пиво, после сербского бургера вообще огонь. Что, пойдем прошурнемся по выставке, может быть, что-то интересное подсниму. Ну и в конце дойдем до дрифта. Ну а народу тут пиздец. Так что, как бы, вот. Что-то территория какая-то такая большая, что я ничего не понимаю, где что находится. Хожу кругами от пива до туалета. Ладно, сейчас попробую до стенсеров дойти. Короче, вот небольшой стендлоу Дейли. И, как вы понимаете, в этом году модно. Вот такой вот, типа, цвет. Сонокс или акрил, или что-то такое, который без металлика. Которым, собственно, особо покрашено. Короче, можно считать тачки, которые покрашены вот, типа, в такие краски. Потому что их просто дикое количество. Короче, тут EAS. Или как-то так называется этот малыш. Который Кирилл. Вот его инстаграм. Морда от Siroc Air. Которая смотрится на нем просто великолепно. Также этот малыш, типа, как бы кабриолет. Также кабриолет с люком. Я не понимаю даже, что это за смесь. Вкинуто куча средств, куча денег. Единственное, это все-таки старый вак. На автомате. Тут супер кастомные арки. И Кирилл, как я понимаю, сам это все сделал своими руками. Единственный косяк, это, конечно, своего старого проекта диски. Косячок. Ну ладно, что такого. Но именно по заморочке эта тачка просто нереально крутая. И я бы себе тоже такую хотел, на самом деле. Расскажи, что ты сделал с жопой? Бампер стандартный, сроченный. С трех, по-моему, бамперов. Здесь, короче, были, соответственно, выемки под рест. Она переделана под рестайлинг. Удлинен, короче, бампер. Юбка от Гольфа, короче, от Эрки. Соответственно, сделаны вот эти вот хуевины. Типа, как продолжение порогов. Ну и вся юбка. Внизу вот этот диффузор нахуй вырезан. Так, сколько денег ты потратил на него? Бля, я не считал. А ты полностью сам сделал и покрасил самого? Девять месяцев. Своими руками все. Вот этими убитыми нахуй. Убитыми? Да нет, нормальные вроде. Короче, тут вообще это очень-очень кастомно. И, в принципе, только богодрочеры это поймут. Переднее крыло как бы состоит из четырех крыльев. Я тебе могу показать как бы фотки то, что было, куда переехали крылья там и так далее. И петли капота уехали внутрь салона, типа на 15 сантиметров. А можешь открыть капот? О, ребята, ну что, напоминаю вам про футбол. Кстати, футбол будет не скоро, но будет интересный. 10 октября будет Украина против Германии играть. И это как бы серьезно. Куар-код в действии. Ссылочка в прикрепленном комментарии. Так же работает и выигрываем мы только с One X. Есть несколько вариантов. Типа сделать, удлинить капот, либо типа удлинить стойки. Я решил капот оставить полностью стоковый, чтобы без геморроя все вставало. И петли, соответственно, были вот здесь стандартные. И они уехали в салон, короче. Я покупал крышу от сырка. Отрезал от нее стойки. Здесь прикуярено вот этот кусок стойки от сыра. Это полка от ЕОСа. Это кусок крыла от сыра. Это от ЕОСа. И металлическое расширение, изготовленное на заказ. На самом деле под капотом выглядит довольно стоково. Как будто... Пока еще нет. Как будто... Ну, ну... Пока еще руки не дошли до... Вот мне только не нравятся провода торчащие. Это да. Подкапотка в планах. Полный привод. Докюпицот надо. Все серьезно, я понял. Шейвить-то будешь? Ну да, надо. А что делать? Ну да, да. Докюпо оставлять. Вот это вот все говно ненужное здесь абсолютно не надо. Короче, это В6 и в нем 3 литра, да, или больше? 3,2. 3,2. 265 лошадей. А, 250. Ну, на ТТ такой ставился 265, по-моему. Да? Они как раз, чтобы налог побольше платили, Рассаудит. Это супер-супер кастомный ваг. Прикиньте, это вот он взял и закорчевал ваг, и он даже не выглядит как корч. Потому что обычный дрочек, который мимо проходит, даже не поймет, что это все не завод. Вот такая вот ситуация. 9 месяцев, ебли. Я не знаю, сколько денег он кинул, но у него все обвесы и вся эта лабуда. Все оригинальное, все тащилось из Германии, потому что здесь от Ciro Air бампер попросту не купить. Вот такая вот сложная жизненная ситуация. А вы там ковши запилили и уже устали. Время идет, а твоя прическа, она вечно. Она не меняется. Она не меняется. Не меняется. Не меняется. Вообще не меняется. От слова совсем. Вообще никак. Так, короче, тут есть пикапчик. Я очень люблю этот пикапчик. Да, Цанчик, пикапчик очень крутой, очень красивый. Если его найти вот в таком исполнении. Короткая кабина, только леворукий. Это просто офигенная тачка. Вообще я хотел именно такой, но что-то пошло не так и у меня Pesta. Но вот этот, он тоже супер сочный. С ним бы не было столько доработок, как с Pesta. Но я бы сделал с него прикольную бричку. Здесь руль правый. Он, походу, на автомате. Но смотрится прикольно, согласитесь. В последнее время очень люблю Вольво. Не знаю почему, но очень люблю. И реально, конечно, машина в цвете не металлик. Здесь просто очень много. Походу, всем нравятся такие, не знаю, маляровно-акриловые тона. Вот Вольвочка, кабриолетик. Ну, а по поводу Вольво классической. Ну, стилечек же, а. То ли я старею, то ли это просто стилечек. Купешка. Путинск. Как вы могли догадаться, я дошел до классики. Меркские, меркские, бочки. И там вот гольфик. Ну и, короче, у меня тут есть топчик. Вот это Вольво. Я не знаю, что это за Вольво. Как она сюда попала. Ну, она мне почему-то очень нравится. Прям вот эти четыре глаза. Вообще она просто огонь. Короче, не знаю, но она мне вообще люто вкатывает. Я ее даже увидел когда-то в Инсте сначала, еще месяц назад. И кайфанул еще тогда. Что-то, сука, в ней есть. Что нравится мне в последнее время Вольво. Были бабки, купил бы еще у себя Вольво. Когда-нибудь куплю. Бассейн. Кто-нибудь за черек нырнет? Малой, не ныряй. Вот, кстати, такой же ЕС. И как бы вообще он выглядит вот так. И фонари другие, и морда другая. И заморочки со стойкой, про которую рассказывал Кирилл. Короче, много нюансов. Ну, сравните тот и этот. Это же абсолютно разные машины. Вот та самая машина, на которой вы попросту не найдете ни одной вмятины. Это машина владельца вмятины. Ну, если он еще, конечно, ее никому не продал. Ну, вроде бы его. Ну, и как вы понимаете, мы подошли к виповым тачкам. Вип-зона в картель. А вот и владелец этой машины, на которой не найдете ни одной вмятины. Как ты затесался в картельевские движухи? Нет, в картеле. Они просто об этом знают. Ну, тут как обычно. Манжи, Лёхи, Тойоты, Z-ки, виповый Яга. Кстати, там еще есть пара виповых Яг, прикольных. Что это в БМВ-клубе? Что у нас тут? Кубокипиш? Уголок стучащих цилиндров? Ну, выглядит прикольно. Ну, и как всегда, среди суббар есть эволюши. Отвлеку вас еще разочек. Напомню про футбольчик. На самом деле, помимо футбольчика, я тут, походу, приболел. Может быть, даже коронавирусом болеть. Не чувствую запахов. Вообще, короче, меня это не очень радует. Не знаю. Сижу дома неделю. И, походу, сниму вам какую-нибудь канитель из дома. Будете смотреть глупый блок борща из дома? Я бы не стал. Ну, ладно. Короче, мы отвлеклись от темы. Ребятки, юзайте мой промокод BORCHSTORY. Он даст вам до 100 долларов на первый депозит. Юзайте QR-код. Ссылочку в прикрепленном комментарии. Переходим на сайте к OneX. И, как бы, выигрываем. Выигрываем только с OneX. Ну, а в комментарии черкани. Надо мне из дома всякую дичь снимать? А то я что-то реально уже 5 дней дома сижу. И уже крыха еет. И, думаю, может быть, хоум-контент подснять с котами. И с готовкой. Дичь. Короче, это черкани в комменты. Надо это или нет? И продолжаем смотреть. Тунами Гик Пикник. Кстати, есть одна прикольная хендайка. Точнее, ну, кузов. Здесь пару представителей стоит. Смотрится довольно симпатично. Купешки, дженезисы. Что-то в них есть и от Инфинити, и что-то от Супры. От Тойоты. Не знаю, короче, смотрится хорошо. Особенно черная. Немного классического вогоемства. Ну, а дальше опять не классическое. Немножко стильных жигулей. Праворукая малышка. Немножко волк на боярских движениях. Ну, короче, посмотреть есть на что. Ну, я уже ходить устал. Топовую Вольву я вам уже показал. Сейчас покажу другую топовую тачку. И это новый, кстати, дорогущий в Супу Мерс. Он реально крутой. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, и, конечно, вишенка на торте. Древгона. Древгона в этом году очень крутая. Вообще должен был 116 кататься на Супе, но не портануло. Поэтому на пассажирах, на прогулках, на ногах. Народа в тикпарке так много, что даже толком тачки-то не посмотреть. Ну, там вот что-то где-то стоит. В этом году все тачки одинаковые. Все заклеены CI. Меняется цвет только подложки. Стилистика у всех, в принципе, одинаковая. Все топовые тачки заклеены примерно одинаково. Открывай нахуй дверь, блядь. Что ты тут жрешь, блядь? Что на заднем сиденье? Мы стояли за вот этой вот штучкой 2 часа 54. Бля, братан, я поел без очереди. Поел и выпил. И выпил. Что хорошего, рассказывай. Покатались мы немножко. Нормально, я смотрю, тачки у всех вообще одинаковые. Тони прям на одной волне все лепит. У всех подложка только разная. Ну, да. Все ли замутили похожие стили. Да, 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 похожие. Одинаковые. Animal Styles заходим. Это ты про себя кричал? Да. Ну, привет, толстожопый. Народ. Так, короче, прошел поглубже. Тут ребята готовятся к контесту. Пусто, пусто. Посмотрим, что будет. Бонять за Серегу буду, потому что, мне кажется, он должен нормально катнуть. А вот и заданица. Разогнались, поставили. Проехали дружочек. Дружочек под фуру. Под дуру. Финишнули. Типа сначала свой зачет, потом свой сокомандник зачет. А потом общий парный дрифт. Должно быть прикольно. Вроде какая-то такая система оценки. Короче, смотрю тут дрифт. И вот сразу видно, что дед ебашил. Единственный, кто сделал грязь прям. Не знаю, снимать вам отсюда или нет. Но, в принципе, довольно прикольные кадры будут вот здесь. Сейчас посниму вам проезды. Нет зло. Ну, короче, дрифта отсюда толком не подснять. Может быть, кто-нибудь поделится со мной с вами кадрами. Короче, сыпал я с цунами. Холодно. Прикольно, конечно. Дрифт тема вообще огонь. А вот со стенсом, короче, было не очень. Мне не очень понравилось то, что стенсеры у себя в песке, блядь, на щебне. Короче, отстой. Ну, и я не пристегиваюсь, поэтому хуйня пищит. Дмитрий. Дмитрий, можно сказать, что Дмитрий не хуй сегодня видел. Потому что Дмитрий наипашился с раннего утра. Мы заскочили на все это движение. Кто-то из организаторов, кто оценивал автомобили, мне кажется, вообще тло. Потому что, блядь, бомжиха была одна из самых охуенных машин, на самом деле, из всего вот этого говносостава. Но при этом заехали такие автомобили, которые просто даже то что смотреть, как бы, неинтересно. Короче, этот некровод, который любит машины красить с баллона, с монтаны. Она была самая охуенная. Его можно не слушать. Короче, было круто, было прикольно, но не лампово. Проебалась ламповость. Не хватало травки. Не той самой, которую вы подумали, а травки под колесами автомобилей. Стенцерских автомобилей. Но зато дрифт на уровне. Я бы вообще как-нибудь попытался бы совместить. Чтобы справа была движуха выставочная, а слева дрифтовая. И тогда можно прям сделать глобальную тему. Чтобы народ туда-сюда бегал через дорогу. Ну, там, по-моему, есть подземный пешеходный переход, да, в роли есть. Или мне показалось. Цунами было круто. Ну, а теперь через пивную призму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА